Последние буквально 45-47 лет азербайджанской истории связаны с правлением семьи Алиевых. И не считая нескольких месяцев президентства Эль-Чебея, все это время практически Азербайджаном правила номенклатура советская, и большую часть из этого времени во главе страны был Гейдар Алиев и его отпрыск. И семья Алиевых пыталась удержать власть и экономические рычаги в этой стране в своих руках, даже в советское время это происходило. И вспоминая 70-е годы прошлого века, эксперты, историки это время называют временем процветания коррупции. В стране коррупции и непотизма в Азербайджане. Азербайджанская республика тогда была авангардом коррупции и непотизма в СССР. И во главе вот этого движения был Гейдар Алиев. И, кстати, очень показательным является вот эта история проведения Ильхамом Алиевым заседания с редколлегией Азербайджанской энциклопедии. Вскоре после того, как он пришел к власти в 2003 году, Ильхам Алиев собрал редколлегию и начал перечитывать статейки из энциклопедии, посвященные 70-м годам прошлого века, временам правления Гейдара Алиева еще в советское время. И в этих статьях говорилось о приписках, о хлопковых приписках, о коррупции, о непотизме, взяточничестве в стране и политической стагнации. Но Алиев был взбешен, несмотря на то, что имени Гейдара Алиева в этих статьях он не прочитал, то есть там не было его имени. Все-таки авторы энциклопедии, они как-то побоялись написать еще, по чьей вине эти все проблемы происходили в советском Азербайджане. Ильхам Алиев был взбешен, он прочитал эти статьи и завершил вот это заседание очень таким историческим заявлением, что вы пишете это о правлении моего отца еще в то время, когда я президент. Что было бы, если бы я не был президентом? Я думаю, что вот это, что будет, если я не буду президентом, это и является основной мотивацией вот этого удержания у власти, вот этой страсти удержаться у власти. Потому что есть очень большой страх и вполне оправданный страх по поводу того, что память, светлой памяти Гейдара Алиева и других членов семьи сохранить после их власти не удастся. В результате председателя редколлегии сняли с работы, его выгнал президент, лично выгнал из вот этого зала заседания, прямо с словами «убирайся», вот, и вот новый состав редколлегии стал переписывать историю. Вот, я думаю, что желание, это желание остаться у власти, оно как-то обусловлено не только тем, что они хотят больше заработать, не только тем, что они хотят остаться у власти и удерживать власть как можно больше, чтобы вот, ну, буквально чувствовать эту власть. У них нет каких-то грандиозных исторических планах, о которых они заявили и хотят притворить их в жизнь, но желание – это остаться в истории такими, какими они хотят себя видеть. Вот чем является, вот главный мотив вот этого желания остаться у власти. У Гейдара Алиева, ни у Гейдара Алиева, ни у Ильхама Алиева нет заявленной идеи, ну, даже плохой идеи, которую бы они притворяли в жизни. Нет, они не давали каких-то идеологических обещаний, нет идеологического курса, которому следует это правительство. Исторически их роль во время вот этого властвования, она все-таки, она ничем не будет обусловлена. То есть в историческом контексте, в контексте, там, я не знаю, в ретроспективе 100 лет, их власть, она не будет обусловлена ни одним идеологическим, как бы, слоганом. И, конечно, правительство Алиева, они придумали вот это слово «азербайджанизм», и, как бы, это является, по их словам, государственной идеологией. И об этом пишутся тома, глава президентской администрации пишет тома политологических трудов об этой идее азербайджанизма. Но идея сама по себе, она ничего не обуславливает. С предшественником Гейдара Алиева было все ясно. Эль-Чебей, у него была идея интеграции в Европу, процветающий и целостный Азербайджан. Имеется в виду, что, то есть идеей Фикс, вот этой большой идеей правительства Эль-Чебея было объединение Азербайджана, юга и севера Азербайджана. Этой идеи, ни этой, ни какой-либо другой идеи у Гейдара Алиева не было. То есть все это время правления, десятилетия правления, они обусловлены только желанием остаться у власти, отомстить тем, кто был неверен семье в то время, когда они были в опале или не были у власти, то есть сосчитаться со всеми, кто не был верен семье, и заработать как можно больше денег. Я делала расследование про богатство семьи, конечно же, а вот эта больше экономическая активность семьи, она, конечно же, стала гораздо больше после смерти Гейдара Алиева. До смерти Гейдара Алиева как-то пытались скрывать свои бизнесы и компании, и в основном это все происходило в стране. Со смертью Гейдара Алиева, то есть ближе к смерти Гейдара Алиева, начали переводиться суммы в офшоры, открываться компании в Вирджинских островах, потом в Панамах и так далее. И то есть во время, когда был жив Гейдар Алиев, как-то он пытался удерживать эти порывы своего сына, и дел, то есть награбленное за семьей, оно как-то сохранялось более или менее в секрете. После смерти Гейдара Алиева это все стало очень открыто и нагло, потому что все компании были зарегистрированы на собственное имя, не постеснялись покупать какие-то большие дома в европейских странах, столицах, и в Дубае, и в других местах. То есть все стало очень открыто, потому что я думаю, что это как бы с одной стороны хорошо, что обо всем открыто заявляют, и нет иллюзии того, что им как-то интересно мнение народа об их правлении. Но с другой стороны, хотелось бы больше уважения. Но главная нить вот этого правления, главная нить вот этих коррупционных расследований и главный логический вывод, который я сделала, все их компании, они как бы управляются очень плохо. И экономисты, эксперты, они говорят, что при тех возможностях административных, финансовых возможностей, вложениях, которые были сделаны в эти компании, они зарабатывают гораздо меньше, чем могли бы. И всегда вот напрашивается вот эта мысль, а если цель не заработать больше, если не эта цель, то в чем дело? И тут напрашивается вот такой логический вывод. На самом деле цель Алиевых не заработать все деньги в этой стране, то есть для себя. Основная цель – не дать заработать другим. Потому что именно благодаря вот этой формуле они остаются у власти. Когда у людей есть деньги, когда у людей есть достаток, когда у обычных граждан есть возможность купить хлеб, не озариваясь по сторонам, они начинают задавать вопросы, они начинают делать выбор. У них есть время и возможности проявлять политическую, социальную активность. И поэтому цель была поставлена так, что взять в руки все экономические рычаги, все возможности зарабатывания денег в стране, чтобы никто больше не смог заработать деньги. Вот именно благодаря этой формуле еще со времен Гейдара Алиева, во время независимости, еще со времен Гейдара Алиева, именно благодаря этой формуле эта семья остается у власти. Редактор субтитров А.Семкин